Фермер на личном приеме у прокурора Рязанской области Олега Черныша заявил, что ему не удается получить субсидии на развитие сельхозпроизводства. При этом, по словам труженика села, некоторые другие фермерские хозяйства получали господдержку не всегда на честных конкурентных условиях. После такого обращения сотрудники прокуратуры установили, что выделение финансовых средств курировал именно Дмитрий Андреев, будущий главой регионального Минсельхоза, а впоследствии первым заместителем председателя правительства Рязанской области. В августе прошлого года Андреев попросил от руководителя одного из крупных сельхозпредприятий внедорожник Toyota Land Cruiser 200 стоимость около 3,5 миллионов рублей. В целях обеспечения государственного контроля за деятельность одного из созданных правительством области ОАО Андреев был назначен туда представителем областного правительства в органы управления этого общества, а затем был избан и председателем совета директоров данного общества. Злоупотребляясь своим служебным положением, в августе 2014 года Андреев дал незаконное указание директору контролируемого им ОАО приобрести для него за счет акционерного общества автомобиль Toyota Land Cruiser 200. При этом у Андреева имелся непосредственно представленный ему служебный автомобиль вместе с водителями. В ноябре прошлого года Land Cruiser был передан Андрееву сначала безвозмездное пользование, а затем по договору аренды заплату в 30 тысяч рублей в месяц. Хотя стоимость аренды такого автомобиля была, естественно, значительно выше. По версии следствия, в производстве следственного управления МВД России по городу Рязани находилось уголовное дело по фактам тайного хищения чужого имущества. Фигуранты по данному уголовному делу находились под стражей, а у одного из них был изъят автомобиль Infinity, который был приобщен к рамках расследования уголовного дела в качестве вещественного доказательства. 6 февраля этого года знакомый, привлекаемый к уголовной ответственности молодого человека, дал взятку следователю за совершение заведомо незаконных действий в пользу фигуранта. А именно, он просил следователя отменить или изменить меру пресечения на более мягкую, не связанную с лишением свободы, освободить молодого человека от уголовной ответственности, а также возвратить ему автомобиль. Напомним, что Дмитрий Андреев покинул пост первого заместителя председателя правительства 13 августа 2015 года. Выявление факта взятки и возбуждение уголовного дела стало возможным в результате совместных действий сотрудников региональных управлений прокуратуры, следственного комитета, полиции и ФСБ.